Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить о детях, у которых глаза на мокром месте. А поможет нам разобраться с этим вопросом семейный психолог и специалист по раннему развитию Мария Поршенкова. Мария, здравствуйте! Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, телезрители! Я надеюсь, что тема понятна. Глаза на мокром месте. Это значит о детишке, который много плачет. Дело в том, что многие родители считают, что это проблема, которая требует коррекции, особенно когда речь идет о мальчиках. И мне кажется, тут бывает очень много родительских ошибок. Давайте попробуем разбираться, когда это нормально, а когда нет. Да, действительно. Дети плачут, плачут много, плачут громко, плачут тихо. Иногда печальные слезы катятся по их лицу, не издавая ни звука. И, конечно, все эти реакции, они нас, родители, они нас всех, конечно, очень бодрят. Потому что первая реакция родителя на ребенка плачущего – это, конечно, реакция защиты. Но не всегда действительно надо бежать, не всегда действительно надо реагировать на слезы ребенка. И все это зависит и от возраста и от ситуации. Но ведь ребенок, когда рождается, первое, что он делает, это начинает плакать. А значит, все-таки плачь – это нормально. До какого-то возраста это вообще нормально. Или это все-таки всегда сигнал, что с ребенком что-то не то, что он требует какого-то повышенного внимания в этот момент, и его надо или покормить, или переодеть. То есть до того, как ребенок начал говорить, как разбираться с его слезами. Да, действительно. Как только малыш появляется на свет, первое, что делают и специалисты, и сама мама, родившая этого малыша – это прислушиваются. Плачет, как плачет. И это первое его заявление в этом мире – «я здесь есть». И дальше – это основной язык общения малыша до тех пор, пока его речь не станет понятной, осознанной и развернутой. То есть практически лет, ну, до четырех точно. Детки плачут, плачут много, именно выстраивая диалог с родителем. И пока малыш совсем маленький, пока он новорожденный, пока он не сказал уверенных своих первых слов, конечно, он очень много плачет. И мудрые мамы, они уже знают, внимательные мамы, они уже слышат по интонации малыша какой-то плач. И на этот плач всегда могут отреагировать. В любом случае, в раннем возрасте до года плач ребенка – это свидетельство о каком-то дискомфорте. То есть малыш так и говорит нам – «мне нехорошо». А задача родителя, конечно, в этот период – разобраться, что такое «нехорошо», устранить это и успокоить ребенка. Ну, вроде бы с новорожденными все понятно. До года тут все ясно. И даже до двух лет. После двух ребенок уже в основном все дети начинают говорить хотя бы какими-то короткими фразами или простыми словами, они уже могут донести свою мысль и объяснить, чего они хотят. И вот тут-то родители и начинают возмущаться. Почему же ты плачешь и не можешь сказать «я хочу есть», «я устал», «я хочу пить», «я хочу спать». Но ведь это известный факт, что когда ребенок хочет спать, он никогда об этом не говорит, потому что просто даже не осознает этого момента. Он просто начинает капризничать и плакать. Наверняка есть еще другие ситуации, когда ребенок только слезами может заявить, и у него нет, может быть, достаточных слов и даже от осознания собственного состояния. И поэтому он плачет естественным образом. Это его единственный способ выражать свои мысли, даже несмотря на то, что он уже научился говорить. Так ли это? Да, действительно. Это так, потому что до лет, до четырех, до пяти, пока ребенок не научился выражать свои ощущения, чувства и потребности словами, но при этом он чувствует дискомфорт. Первая его реакция – это, конечно, реакция слез. И тут надо разбираться в причине, которая породила эти слезки. Сначала, как всегда, я скажу о своей любимой истории про иерархию семьи. И если изначально семья была выстроена грамотно, если родители в хорошем диалоге друг с другом, если они показывают ребенку правильный воспитательный пример, и тогда те самые слезы, которых больше всего болятся родители, это слезы каприз и требований, они тогда будут минимальны, но все равно будут. Потому что наш ребенок будет обязательно нас, родители, проверять, что называется, на прочность. Все-таки можно манипулировать родителями или нельзя. И, конечно, слезы – это потрясающий инструмент для манипуляции родителями. Особенно слезы в публичном месте. То, чего родители совершенно панически боятся и боятся потерять свой образ хорошего родителя и при этом не понимают, как им реагировать на своего ребенка. В такой ситуации, конечно, я всегда говорю о том, что есть вы, есть ваш ребенок, а люди, которые вокруг вас, они временны в вашей жизни. Они сейчас были, и через минуту их не будет. И неважно, что они думают, неважно, о чем они будут рассуждать за вашей спиной. Важно, как вы сейчас со своим ребенком вы строите взаимоотношения. Потому что ребенок тоже понимает, что мы находимся в социуме, и дома у меня мама одна, а здесь на людях мама совершенно другая. И ему тоже важно видеть внутренний стержень мамы, что мама всегда внутри одинаковая. И если есть моральный принцип не плакать из-за игрушки, которую они купили, то он должен работать и дома, и на улице, и в магазине. Поэтому, вот опять вернемся к вопросу воспитания. Если у ребенка очень много слез каприз, именно слез претензий, слез манипуляций, истерик, когда он лежит на полу, стучит ногами, то это вопрос к родителям, вопрос к воспитанию больше, нежели к ребенку. И тем не менее хочется понять, где заканчиваются слезы, которые нам что-то манифестируют, и слезы, действительно, которые являются таким инструментом манипуляции. Вот тут многие родители склонны, ну, надо сказать, наверное, одни родители склонны видеть одно, другие другое, и вот середины придерживается мало кто. Например, многие папы считают, что это всегда манипуляция, и поэтому нельзя поощрять слезы ребенка. И даже если он плачет, потому что у него что-то болит, он упал, предположим, и ударился. Вместо того, чтобы его пожалеть, такой жесткий папа, может быть, сам воспитанный в подобной парадигме, будет уже подобным образом воспитывать и своего ребенка. Будет говорить ему, не плачь, ты же мужчина, или даже если это девочка, то тоже не плачь. Почему так происходит, и что с этим делать, и можно ли это компенсировать, например, с материнской стороны, если папа такой жесткий? Да, действительно, существует определенное отношение, особенно это касается слез мальчиков. И именно папы, такие авторитарные папы, серьезные папы, занимающие большие серьезные посты, либо работающие много руками, в общем, мужественные такие мужчины, они очень остро реагируют на слезы собственных сыновей. Так вот, хочу их всех успокоить, что существует такой момент, как физиология. И до полового созревания, до пубертата, лет до 11, наши девочки и мальчики плачут абсолютно одинаковое количество. Нет разницы между слезами мальчика и слезами девочки. Они обусловлены незрелостью нервной системы и гормональной незрелостью. Потом будет небольшой такой период становления полового, ну, тоже лет, ну, до 13, когда тяжело мальчикам справляться со своими эмоциями. А далее, конечно, уже не плачь, ты же мужчина, будут истинные слова. Поэтому я ни в коем случае не говорю, что не надо мальчиков воспитывать мужественности. Надо, безусловно. Но надо понимать, что такова его природа плакать сейчас еще. Но при этом можно слезы направить в определенное русло и сказать. Если ребенок упал, ударился, и вы видите, что это не опасная травма, и тогда можно сказать, давай терпим. Вот сейчас воспитываем характер, терпим. Вот туда, за угол уйдем, там будешь плакать, я тебя буду жалеть. И таким образом, маленькими шажочками давать ребенку навык контроля своих эмоций именно в процессе слез. Потому что слезы зачастую брызгают сами в разные стороны. И нам-то взрослым бывает тяжело совладать со слезами. А уж детям нашим и тем более. Поэтому вот так. Мария, но чаще всего, мне кажется, все-таки распространены слезы обиды у детей. И действительно, они задерживаются надолго, частенько. И вот тут родители тоже часто бывают непреклонны. Им тяжело принять то, что их ребенок настолько обидчивый, что готов показать свою слабость и заплакать. Если кто-то раскритиковал, я не знаю, у девочки ее новое платье. Как тут быть? Ну, во-первых, надо себя поставить на место ребенка и представить этой маме, что кто-то подошел и сказал, какое у тебя сегодня некрасивое платье. И что в этот момент будет чувствовать мама? И то же самое касается и мальчиков. То есть понимать, что есть чувства, которые возникают, и с ними надо что-то делать с этими чувствами. Их надо как-то проживать. И когда выскакивают в этот момент слезы из глаз, это не всегда плохо. Это как раз, быть может, и лучше, чем ребенок замкнется в себе. И мы получим и неврозы, и психосоматику, и уже большие серьезные проблемы. Поэтому надо разговаривать с ребенком. Надо быть с ним все время в диалоге. И говорить, ты почему расстроилась? Кому-то не понравилось твое платье. Возможно, ему не понравилось. Ведь всем не нравится. Не бывает такого. Но все равно, давай посмотрим. Может быть, есть те, кому понравилось твое платье. Твое платье очень понравилось нашему папе. А вот он уж толк в платьях лучше всех знает. И таким образом, выходя на диалог с ребенком, опять же, показывать и ценность семейных традиций, ценность семейного принятия. Потому что, если ребенок не принят в своей семье, не приняты его особенности какие-то, и они воспринимаются как отрицательные, то, конечно, ему эмоционально очень тяжело. И, конечно, плакать он будет гораздо больше, чем тот ребенок, который в его семье принимает хоть в 2 года, хоть в 17, хоть в 35. Мария, ну вот мы коснулись того момента, когда детям, ну, условно говоря, запрещают плакать по той причине, что папа жесткий. Ну и мама такой же жесткой бывает. А бывает ведь и наоборот, когда ребенку не дают поплакать из-за доброго сердца. Его всегда утешают очень быстро, очень легко, что-нибудь обещают. Давай я тебе лучше мороженое куплю, давай я тебе лучше пирожное предложу. И таким образом не дают ребенку иногда проплакать то, что он проплакать должен. Так кажется мне, а как кажется психологам. Вот ваша картинка, Марина, прямо мне напомнила истории из советских старых сказок, когда у нас царский сын грустит, а вокруг него нянюшки с леденцами, с песнями, с бубнами, с кашкой. Да, действительно, зачастую родители стремятся в благих совершенно побуждениях сделать так, чтобы ребенок как можно меньше испытывал негативных ощущений, негативных эмоций и, соответственно, как можно меньше плакал. Потому что первая реакция ребенка – слезы. Но давайте посмотрим в той же сказке, что выросла из этого царевича. И спросим себя, хотим ли мы себе таких царевичей вырастить. Потому что кроме чувств радости, восхищения, удовольствия, принятия, вкуса, есть чувство печали, есть чувство горя, есть чувство сострадания. И эти чувства, они не появляются просто так. Они тоже воспитываются. И ребенок, который живет в шелковых подушечках и не знает печали, вырастает эмоционально черствым и холодным. И родители в старости первые ощутят на себе этот результат своих шелковых подушечек. И проживание совместно с ребенком печальной ситуации, поплакать над героем из книги или из сказки. Пожалеть голубя, у которого лапка болит. Либо прожить утрату любимого домашнего животного. Это также важно для детской души, как и радоваться. Это очень важно. И тут, конечно, надо обнимать своего ребенка и плакать с ним вместе, не боясь показать своих слез. Потому что мама и папа, они тоже живые. И тем не менее, вот мы сейчас с вами рассуждали, и я сделала такой вывод, как будто бы слезы нормальные только до подросткового возраста, до пубертата, а дальше уже все. Уже плакать не положено. Но разве это так? Наверное, я ошиблась со своими выводами. Конечно, конечно. Люди плачут. И плачут они во всех возрастах. И плач очень сильно, сам механизм плач очень сильно зависит от гормонального фона человека. И, конечно, с возрастом старики плачут больше, чем молодые. Конечно, мама, которая родила малыша и получила определенный гормональный взрыв в организме, плачет очень много. И женщины, которые презирали сериалы после рождения малышей, начинают внимательно следить за событиями в жизни героев. И плакать – это нормально. Ничего в этом ужасного нет. Важно, во-первых, не заплакиваться, не уходить в истерику, потому что из нее сложно выйти и ребенку, и взрослому. И важно, во-вторых, проявлять свои эмоции, проявлять свои чувства, чтобы не накапливать инфаркты и всякие негативные последствия для своего организма. В любом случае, слезы – это диалог не только для детей, но и для взрослых. И все-таки хотелось бы понять, а есть ли возможность, если это речь о подростках, о детях постарше, с которыми уже возможен диалог, как-то слезы не задушить. И вот тут надо понять, в какой момент надо выплакаться, дать ребенку, а в какой момент надо ему помочь найти выходы другие, ну, кроме слез. Потому что действительно, вот вы говорили, уходить в слезы. Такой момент тоже ведь есть, когда человек уходит в слезы и начинает жалеть себя и накручивать, и тогда даже первоначальная проблема уже забывается, а всплывают все проблемы, и мы начинаем уже жалеть голодающих детей Африки, условно говоря, и рыдать над ними. Ну, может быть, это тоже нормально? Может быть, это способ какие-то стрессовые ситуации выпустить таким образом? Или все-таки нужно пытаться в нормальное русло этот процесс ввести? Что касается подростков, сейчас мы об этом поговорим, но прежде чем мы скажем о подростках, я хочу сказать о самом механизме возникновения эмоций. Эмоция – это спонтанное состояние человека здесь и сейчас. И ни один человек в мире не сможет совладать со своей вот только что возникшей эмоцией. Он должен ее прочувствовать, как-то идентифицировать, для себя как-то назвать «я расстроен», «я рад», «я ликую», «я горюю». Он должен себе как-то этой эмоцией дать название. И только после этого человек сможет с этой эмоцией уже работать, как-то ее трансформировать во что-то и не жалеть голодающих детей Африки, а как-то успокаиваться и, как правило, уже принимать какие-то действия по удалению ситуации, в которой возникла эта эмоция. Поэтому первый эмоциональный всплеск глушить бесполезно. Абсолютно. И если мы видим человека, у которого брызнули слезы в разные стороны, мы можем только подойти и его обнять. Все. И даже спрашивать в этот момент, что у тебя случилось, ну, совершенно непродуктивно. Надо человеку дать прийти в себя, что называется. Это касается и наших подростков, и взрослых, это касается и пожилых людей, ну, и, безусловно, маленьких детей. Что касается именно локально подростков. Когда подростки плачут, а они плачут много, и они очень стесняются своих слез, они прячут свои слезы зачастую. Потому что, мы уже с вами говорили много раз, подростки это такие, еще не дети, но, уже не дети, но еще не взрослые. И, конечно, им чрезвычайно трудно себя в этом мире найти. И в тот момент, когда плачет подросток, ну, во-первых, безусловно, у него должно быть свое пространство, где он может себя эмоционально выразить. И если у него есть комната, это замечательно. Нет комнаты, должен быть хоть какой-то угол его кровать, и его понимание, что на этой территории к нему просто так лезть не будут. Да, надо подойти, спросить чуть позже. Тебе нужна моя помощь? Можно я с тобой посижу? И таких подходов может быть несколько. Они должны быть очень аккуратны и корректны. Не нервничать, не переживать из-за того, что в ответ родители могут услышать крик. Это не крик, адресованный к ним. Это крик своего состояния, своей боли, своего расстройства. И потом уже, потом обязательно сказать, я могу тебе чем-то помочь. Хочешь, я с тобой поговорю? Хочешь, я что-то сделаю? Подростки, они чрезвычайно эмоциональны, но при этом чрезвычайно самостоятельны. Зачастую им достаточно того, что вы проявили внимание к их слезам, к их слезам, и сопереживание их слезам. И уже они понимают, что они в семье, они в защите. Если подросток готов раскрыться, очень хорошо. Тогда можно выстраивать уже диалог и вот с этими слезами работать. Но, конечно, конечно, надо не допустить ситуации, когда нестабильный эмоционально и, может быть, неврологически нестабильный ребенок уйдет в истерику. Что тогда надо сделать? Отвлечь. Принести, поставить чашку чая горячего молча. Или постучать в дверь и сказать, котлеты на столе, пойдем. Или зайти и спросить, слушай, ты не помнишь, мы вот завтра собирались туда идти, мне вот это брать или не брать. То есть совершенно сделать такое действие, которое в данный момент от вас ребенок не ждет. И таким образом переключить состояние его организма на другое, сфокусировать внимание на другом. И дать ему такую тоненькую веревочку, за которую он из своей истерики потихоньку выберется. То есть, получается, первую эмоцию мы принимаем, а уже если мы видим, что процесс неуправляемый и дело доходит до истерики, тут только и переключаем внимание. Просто многие родители это стремятся переключить внимание сразу. Особенно это касается маленьких детей. Только увидят скривившуюся мордочку и уже начинают трясти игрушками перед его лицом. Но вот вы сказали очень важную мысль, что надо, чтобы человек научился свою эмоцию принимать, проговаривать как-то внутри себя и осознавать. И тогда уже ему проще все остальное дается. То есть если он горюет, то он должен понять, что он горюет. Если он обиделся, то он понимает, что он обиделся. Но ведь, оказывается, такие элементарные вещи тоже нужно, этому тоже нужно обучать с младенчества. То есть называть эмоции своими именами и принимать их. В какой форме это должно происходить? Как учить ребенка осознавать свою эмоцию и не загонять ее глубоко в подсознание, а принимать? Вы очень правильно сказали, Марина, и это очень важно. И такой важный момент, он совершенно опускается в воспитательном моменте. И в народных традициях это было. Были песни, были истории, где назывались состояния человека. И даже песни были посвящены и радостным, и грустным событиям. И там эти эмоции назывались, и поэтому они в лексиконе человека были. Что мы делаем сейчас? А сейчас мы, разговаривая с ребенком, уже начиная лет с трех, говорим о том, что я не знаю, что у тебя внутри. Пока ты этому не дашь название, мы не сможем с этим ничего сделать. Поэтому я тебе говорю, что чувствую я, а ты мне говоришь, что чувствует ты. И озвучивая свои чувства и эмоции, говоря, я сегодня очень рад, ты даешь возможность ребенку назвать это чувство радость. А говоря, я очень расстроен, можешь дать ему название расстройство. Но пусть лучше будет больше радости, чем печали. Это точно. На этой ноте, я думаю, нам и стоит попрощаться. Мария, прекрасная беседа, очень много интересного я услышала. И, надеюсь, наши телезрители тоже. Благодарю вас за участие в нашей передаче. И надеюсь, что вы будете нашим гостем вновь и вновь. Спасибо, Марина. Будьте здоровы и живите с радостью. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова